Двигатель 3,5 гибридный, 359 лошадиная сила, автоматическая коробка передач, задний привод. Машина 2018 года выпуска. Покупка. После санкций, на ввоз гибридных машин, цены выросли почти в два раза на эти машины. В частности, как я понимаю, это коснулось очень сильно объемные машины. Поэтому решил искать в России из-за остатков и уже растаможенные. Главный критерий был, это 3,5 гибрид, до 100 тысяч километров, люк и светлый салон с вентиляцией сидений. По итогу на Авито нашел то, что меня устраивало полностью, связался с продавцом, договорились и взял билеты на утро на Сапсан в Москву. Записался на диагностику в гибрид-сервис на 13 часов, там машину посмотрели, сказали, что состояние новой, никаких замечаний. Немного поторговался и уже в 17 часов выехал в Санкт-Петербург. До Санкт-Петербург доехал на одном дыхании, машина очень комфортная, тихая, удобная. Заехал на работу на мыл и поехал делать страховку, техосмотр и далее постановка на учет. Сразу заказал квадратные номера, заказал силиконовые рамки, только вот теперь думаю может спереди оставить обычные номера. Эпопея с запаской-докаткой. Когда купил машину, я знал, что у меня нет запаски. Поэтому сразу после покупки я нашел докатку на Авито и купил R18. Но по счастливой случайности, за день до прихода запаски, я повез жену на ее женские процедуры, выезжал со двора и двигаясь со скоростью 30-40 км в час по карману я попал в яму и порезал колесо и повредил диск. Вызвал ГИБДД и все оформил. Но зато мелкий насиделся за рулем пока ждали ГИБДД. В общем пришла мне запаска. Начал искать подон-органайзер под запаску и крышку, нашел в Уссурийске, заказал и спустя три недели она приехала, сразу отдал на мойку, там мне ее отхимичили. Дальше было сложно, когда я все разобрал я увидел, что у меня в багажнике лежит инвертор для розетки. Написал в чат Телеграм по краунам 220, если у кого розетка и запаска, чтобы посмотрели где и как стоит этот блок. Никто там не помог мне. Откликнулись только те, у кого нет розетки, но есть запаска. Спасибо им сначала подумал, что кину поролон и сверху положу запаску и вопрос решен. Но у такого варианта два минуса. Запаска будет не закреплена. Если пробить колесо на трассе и поставить докатку, то колесо с машины пойдет на место запаски и если оно будет мокрое все это будет течь на этот блок. Поэтому принял решение переносить его. Снял всю обшивку и начал искать куда. Выбрал место и закрепил, просверлил в кузове отверстие и прикрутил в штатное место блока. С другой стороны взял родной кронштейн и с небольшими доработками прикрепил его к болту массы, провода переложил, закрепил хомутами, между высоковольтным проводом от батареи и блоком положил жесткий кусок поролона, чтобы не перетирало провод. Также пришлось отпилить одно крепление правой боковой обшивки, куда вставляется клоп. Упирался в инвертор. В целом все штатно встало, но в органайзере пришлось подпилить две глубокие ниши. Также купил на Али кнопку типа хрусталь. Когда приехал поставил, снял защитную наклейку и вроде норм. Пока нравится. Техническое обслуживание, замена масла и фильтров. После покупки что-то все никак не доходили руки поменять масло в двигателе, да в целом и не нужно было, предыдущий хозяин поменял его практически перепродажей. Итак, залил я масло Бардахл 5W30C3, купил две канистры по 4 литрам, слил старое и залил новое, получилось залить где-то 6,2 литра. Заодно примерил докатку, подходит идеально, ничего не упирается и не трется, можно брать. Ну и после то с помощью ProFarm протер пластик под капотом, визуально стало намного приятнее. Коврики из меха плюс велюр в багажник. Еще до покупки машины, хотел заказать ковры велюровые. Но не было лекал на эту модель, поэтому долго пытался состыковаться по времени с человеком, чтобы он приехал и сделал замеры. Решил поэкспериментировать и сделал ковры из меха, как на топовом Range Rover's Photobiography или Rolls-Royce. Черный мех с белым кожаным кантом, вживую выглядит просто пушка. Этим же вечером поехали за город, на ранче и прям ощутил весь кайф этих ковров, прям как дома. В багажник сделал обычный велюр из высокого ворса с вышивкой, ковкой надписи Crown. Переобулся на лето. Race R20. Долго определялся с дисками, думал заказать ковку на заказ, чтобы под родную ступицу и родной ступичный колпачок. Но два месяца ожиданий, когда изготовит диски меня отговорили так делать. Поэтому начал мониторить Авито. Форпост изначально хотел в Этспорт со 20р, из-за 38 вылет охотил именно такой вылет. Хотя думаю можно было смело и 35 ставить. Но предложений по 20 дискам не было, 19 и меньше полно. В итоге наткнулся на объявление Race Hamara 2 на 9 и посмотрев что рисунок похож на ВЭЦ, решил взять их. Резину взял только из-за рисунка. Triangle TR968-245-35R20 ничего не трет, стало все как по заводу. Говорят резина шумная, покатаюсь посмотрю, если будет напрягать, продам и возьму другую. Задняя губа РООН. Заказал губу в карстане, взял реплику. В начале апреля отдал в покраску, красили по коду краски, плюс-минус в цвет попали, но как будто цвет белее. Но это мелочи. Установка простая. Клеим на двухсторонний скотч как нарисовано в инструкции и потом на три самореза закрепляем к бамперу для надежности. Вид конечно стал просто космос. Осталось найти контору, которая сможет хорошо и недорого сделать насадки под эту губу, ибо родные просто потерялись. Рейлинги и бокс на крышу. Я очень люблю ездить за город или в другие города и после рейнджера Вера. Багажник в крауне оставляет желать лучше, я бы назвал его бардачком от рейнджера Вера. Возможно для несемейного человека багажник нормальный, но мне для семейного с ребенком и собакой багажника вообще не хватает. Начал изучать вопрос. И понял, что на краун никто не ставил рейтинги, по крайней мере не нашел. А конторы, которые поставляют фьюла все пожимали плечами и говорили, что машины нет в каталоге, ничем помочь не можем. А у компании люкс эта машина была в каталоге. Заказал там рейлинги за 10 200 рублей и поставил, и в целом мне кажется, чтобы можно было заказать рейлинги фьюла от 70 камри и все бы встало. Ну да ладно. С боксом тут уже решил, что возьму в аренду, чтобы выбрать. Начал с фирмы люкс эрбис 175, чтобы посмотреть, насколько он удобен и как по шуму. Хочу еще потом взять также фьюла и уже после выбрать, что лучше и купить. Еще один краун РС и насадки на выхлоп. После установки багажника на крышу, отдал машину, чтобы заклеили пленкой зоной риска, где устанавливаются поперечины. Клеил в детейлинг кар юнити. Также заказал сыну краун, который пополнил его гараж. Заказывал на Али. Цена, конечно, космос, если сравнивать с Hot Wheels. После проклейки пленки, поперечины люкс не получилось поставить, все время соскакивали, поэтому взял в аренду фьюла от камри 70 и бокс фьюла дайнемик 900 л. На фарпости нашел оригинальные инструменты, крюк домкрата, баллоник и буксировочный крюк уже один раз использовал, вытаскивали машину из песка. И наконец-то поменял насадки, заехал в сервис Гут авто по работе, и увидел, что у них есть насадки, обсудили цену, примерили, вроде понравилось, и сразу сделали, вроде неплохо. Хотя вот думаю, что можно было и побольше сделать. Но время покажет. Губа Том-С. Мелкое ДТП. Ездил с семьей за город, как всегда летом везде ремонт дорог. По итогу дорожники срезали глубоко асфальт и угол 90 градусов. Влетел в эту яму и появилась вибрация после 80. Как итог правка всех четвертых дисков и маленькая грыжа на резине. После этого, через пару недель, в 9 утра оповещение на телефон приходит, что сработал датчик удара. Спустился никого нет, посмотрел по камерам у дома, сосед дедули выезжал с парковки и фаркопом ударил машину, не заметил и уехал. Как итог номер помят и решетка треснула. Ну и ништячок купил себе, зажигалка зипа с гравировкой. Я не курю, но привык, что в машине всегда должен быть нож и зажигалка. Тормоза ЛС. Масло автоматические коробки передач. Перешив руля. Шумка. Поставил суппорта от ЛС-Н18. Суппорта были полностью перебраны, заменил поршни, уплотнители, пальцы, скобки, все новые оригинал плюс покрасил фиолетовый кенди. Диски и колодки поставил как всегда фирмы PowerStop. Диски от Lexus не подходят по разболтовке, 5 на 120, поэтому надо сначала отдать токарю, чтобы пересверлить на 5 на 114,3. Поменял масло в коробке, потому что не знал менял ли предыдущий владелец, но судя по цвету масла, оно точно менялось не так давно. Фильтр оригинал, масло оригинал Toyota WS, прокладка подона плюс две шайбы на сливную и контрольную пробки. Когда откручивали подон, один болт сломался. Пришлось сверлить и ставить вертиш. Хорошо, что были болты в запасе на подон. Поменял тормозную жидкость. Залил бардахл 5,1. Перешил руль и подушку в кожу на пол. Мой руль уже был глянцевый и с небольшими потертостями. Сделал шумоизоляцию дверей. В планах до зимы еще сделать шумку пола и задней полки. Возможно еще арки заклею. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»